Друзья, приветствую! Михаил из Пермского края прислал посылку с образцами масла Nissan Motor Royal 530. Это полнозольное масло A5B5, произведено в России. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации. Это новый автомобиль Lada X-Ray 1.6, видите, с общим пробегом до 9000 километров. То есть машина, по сути, находится в режиме обкатки еще. Так, и две баночки, свежая отработка. Сейчас я вскрою, почищу, подпишу, чтобы было удобнее и можно приступать к созданию эталона. Данное масло еще не проверял, поэтому необходимо будет создать эталон. Сейчас обновлю спектрограмму, посмотрим на спектр, посмотрим на что намерит прибор и можно будет приступать к проверке отработки. Вот такая спектрограмма. Эстеровых пиков я не вижу, скорее всего это обычное гидрокрекинговое масло. Так, опять B5, параметры, лимиты и прибор намерил противоизносных присадок сто один процент. Хороший показатель. Так, значит кислотная 1.66, но отсутствие эстеров положительно сказывается на данных. Значит, 1.66 кислотная и 10.2 щелочное, то есть типичные показатели для полнозольного масла. Кстати, щелочное при гости для свежего скорее всего было бы 11.5. Да, и 1.66 тоже показывает, что эстеров тут особенные нет. Так, выровнял показатели, сохраняю, ну и можно приступать к проверке отработки. Так как я уже говорил это X-Ray, пробег на масле 6500 километров при средней скорости 42 километра в час, высокая скорость средняя, это составляет 150 моточасов, используемое топливо Look Oil 95 Ecta+, обратите на это внимание, ну и было долито 650 миллилитров масла. Так, в отработке 76 процентов по противоизносной присадке, три десятые гликоля, я думаю, что это все-таки Ecta+, с пакетом от Bassev-Kirapur, дает такие показания по гликолю однозначно, не трава, не окисление в норме, сажа вообще прекрасный уровень, 0,01%, но это трасса, на трассе лучше сгорает топливо, то есть здесь подчистую практически оно сгорает. Единственный момент, достаточно высоковатая для 150 моточасов кислотная, но скорее всего здесь это тоже с кирапуром связано, скорее всего есть попадание небольшого топлива и оно вот отражается на чуть завышенной кислотности. 6,1 щелочное, еще неплохой такой запас есть и 623 ppm воды, да, воды больше чем, примерно в два раза больше, чем свежим. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости, посмотрим, что по вязкости, ну с учетом высокой средней скорости, я думаю, что вязкость здесь должна быть в порядке, вот мы видим, это всего разжижение всего 5 процентов, это может быть связано и с конденсатом ночным, и с атмосферной влажностью, то есть здесь вопросов никаких к вязкости нету, в том числе к полимерному загустителю преснопамятному. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь, кто не подписался, кто подписался по второму разу, подписывайтесь или по третьему, нажимайте колокольчик, чтобы вызвать такси, простите, уведомления. Так, и вот прогноз по маслу, значит, в этих условиях, в этом автомобиле мощные нейтрализующие свойства закончатся чуть больше, чем на 10 тысяч километров, 240 моточасов по оксидам азота, это 10 800 и 250 моточасов по вязкости, вообще тут можно не смотреть. Что я думаю? Я думаю, что, учитывая то, что мотор находится в режиме обкатки, что есть некоторый масложор, скорее всего, есть и прорыв небольшой газов картерных, ну, не оптимальная вот эта не притертая еще пара кольцо-стенка цилиндра, поэтому газы туда проникают в картер и ускоряют окисленные процессы, поэтому я думаю, что на прикатанной машине показатели будут повыше, ну, я так считаю, мое мнение. Вот, значит, видно, что, скорее всего, это недорогое масло на гидрокрекинге, вот, но, тем не менее, со своей функцией она вполне нормально справляется, вопрос, естественно, стоимости, вот, как-то так. Ну, что тут можно еще сказать? В общем-то, и сказать нечего, мотор работает хорошо, масло, судите сами, 240 моточасов вроде как и немного для полнозольного масла, но все-таки надо учитывать, что мотор находится еще в обкаточном режиме, скорее всего. Вот такой получился тест, благодарю Михаила за предоставленные образцы, за поддержку канала, все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!